Главный приз – чиновничье кресло. В Ивановской области завершился отбор кандидатов в команду губернатора. В понедельник Павел Коньков встретился с финалистами и победителями кадрового проекта. В конкурсе приняли участие 55 молодых профессионалов. По условиям проекта кандидаты в чиновники не должны быть старше 35 лет. Мы не только попробовали по-новому решить насущный кадровый вопрос, но и, надеюсь, дали четкий и мощный сигнал молодым и успешным людям о нашей готовности к совместной работе над решением самых острых задач жизни региона. Это был первый опыт для региона, когда управленцев набирали фактически по объявлению. Но не все так просто, как кажется. Каждый кандидат в чиновники прошел психологическое тестирование. Проверку знаний в рамках служебной деятельности в частности и госслужбы в целом. И собеседование с членами экспертной группы, представителями региональной власти и кадровиками. У большинства соискателей в наличии несколько высших образований и опыт работы. Отбирали кандидатов на замещение трех должностей в правительстве. Консультанта губернатора и замов руководителей двух департаментов – ЖКХ и дорожного хозяйства. Всем критериям соответствовали только два участника проекта. На должность заместителя начальника департамента ЖКХ назначить новичкова Ивана Александровича, он присутствует в зале. А на должность вашего консультанта Тропина Ольгу Евгеньевну, она также присутствует в зале. Представления на указанных лиц были поданы в ваш адрес, Павел Алексеевич, мною ранее. Вместе с тем должен доложить, что отборочная комиссия не сочла возможным рекомендовать кого-либо из участников отбора для замещения должности заместителя начальника департамента дорожного хозяйства. Но и финалистов, хоть им и не достались заветные кресла, нельзя считать проигравшими. Как молодые образованные специалисты, они уже попали в поле зрения руководства региона. А значит, без работы во властных структурах не останутся. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.